По официальным данным, 82% жителей Кустанайской области отнесены к условно застрахованным в фонде обязательного социального медстрахования. 403 тысячи кустанайцев причислены льготным категориям, 266 тысяч к наемным работникам, 40 тысяч к индивидуальным предпринимателям, примерно 6 тысяч к плательщикам единого социального платежа. Но 28 тысяч человек, по данным чиновников, все еще не прошли формализацию и остаются неотмеченными в системе фонда обязательного медстрахования, как и 28 тысяч кустанайцев, не прикрепленных к медучреждениям. Работники Министерства здравоохранения меня иногда успокаивают. Они мне говорят, вот, около этой областной больницы поставим этот, нет, на киоску или как это назвать, деньги надо платить. Мы терминалы поставим, и кто, говорит, не в списке этого фонда, там будет платить, там 5 или 10 тысяч, и будет им оказывать медицинскую, не будет этого. Не надо сами себя успокаивать. Мы же людей же хорошо знаем. Она нам скажет, я не работающий, безработный, у меня денег нет, давай, говорит, лечи меня. Куда пойдет? Ахимат пойдет, главный врачу придет и так далее. Поэтому вот это все надо делать заранее. Чиновники подчеркивают, из-за нерегулярности взносов в фонд медицинского страхования жители региона не смогут получать бесплатную медпомощь. Официально в Кустанайской области медицинскую страховку оплачивают работодатели за 265 тысяч кустанайцев. Но мониторинг показывает, что в течение года эта цифра периодически уменьшается до 214 тысяч человек. Причем, по словам вице-министра здравоохранения, должниками по фонду числятся крупные предприятия региона. В свою очередь администрация медобъектов в Кустанайской области говорят, что технические больницы готовы к работе. Есть компьютеры, запущена единая информационная система. Но гости из столицы сомневаются. Вместе с этим, в связи с внедрением в систему ОСМС 1 ноя следующего года, существующие информационные системы требуют доработки. В соответствии с ранее разработанными, направленными для исполнения техническими заданиями. До конца текущего года все информационные системы должны быть готовы. Так, по имеющим у нас данные в Кустанайской области, 61 поставщик медуслуг. 58 из них внедрили в медицинские информационные системы. Всего в области 6 поставщиков медицинских информационных систем. Из них двое интегрированы с информационным системой. Если информационные системы не заработают, то эти клиники не смогут принять участие в распределении денег из фонда медстрахования для лечения кустанайцев. А их обещают больше 50 миллиардов тенге. Финансы пойдут на покупку оборудования, повышение зарплат медицинским работникам. Заместитель премьер-министра страны подчеркнул, что эти вливания должны положительно сказаться на работе медиков. Самое главное качество оказания медицинских услуг. Мы все с вами грамотные люди. Все любим мобильные телефоны. Особенно смотреть социальные сети и комментарии. Очень много пишется сейчас отрицательных моментов в адрес медиков по отношению к качеству оказания медицинских услуг. Вот вице-министр свое выступление по отношению к случаям ватра уже говорил. Вы тоже об этом хорошо знаете. Самое главное, дорогие медики, нам окончать надо обманом формальности. Должен быть нормальный учет, прозрачности открылись. В завершении встречи Бердебек Сапарбаев поручил Акиму Кустанайской области решить проблему долга перед СК формация за приобретенные лекарства в этом году. Он составляет порядка 895 миллионов тенге. Если до 1 декабря долг не будет погашен, то у регионов в новом году могут возникнуть проблемы с наличием бесплатных медикаментов. В этом году, кстати, на их покупку из Госказны направлено 6,9 миллиардов тенге. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН